МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры новины Витебской области. У студии Наталья Байнаровича. Витаю вас. Век будет развиваться гандлёва обслуговывания на селе. Парламентары выучали усе процессы организации гандлёва обслуговывания сельского насильництва на прикладе Пастаускага района. Тут провели первое суместное посаджение Совета по взаимодействию органов мясцового самокирования и правлении Белкапсоюза. Крамы и промыслово-перапрацовчий комплекс Пастаускага района. Мясо-перапрацовчий квасильно-засолочные цехи, хлебозавод и городненосховища. Разом с удельниками посаджения наведала Юлия Устинова. Усё экологично-чистое, без химии. Миновиты на гэта рубит сталку бы разбеза покупника с поживецкой кооперацией. Соленья на любых уст. Выпечка с разыночкой и не только. Хлеб с салом из морской солью, торт с брокколи. Для гурманов сотни видов продукции. Хлебопячение и мясо-перапрацовка – наибольшь рентабельные галины. Большость продукции по традиционных народных рецептах. Мы считаем, что надо сегодня каким-то образом искать возможности, чтобы потребка операции больше торговала нашими белорусскими продуктами. И каким-то образом потребка операции должна стать как бы посредником между производителем сельскохозяйственной продукции и рынком. Поэтому надо налаживать соответствующие цеха переработки. Надо сегодня создавать новые рабочие места. Надо сегодня думать, каким образом уменьшать стоимость производимой продукции. Кошт продукции, я и якость и ассортимент вязковых крамов не повинны соступать городским. Важно не забывать и про отдаленные вязки и хуторы. Споживецкая кооперация Беларуси, не глядяши на жорстки умовы рынку, по раннейшему заховывая социальную накерованость, працуючая для жихару малых и отдаленных вёсок. Только у Витебской области Аблспожил Союз обслуговывая 5,5 тысяч населенных пунктов. Больше за 80% из них, с колькостью населенства до 50 человек. Затраты на реализацию одинаковой единицы продукции у нас, у потребок операции. Затраты на реализацию и в каких-то сетях намного выше. Почему? Потому что у нас 50% товара на колесах. Мы его возим туда-сюда, вгружаем, загружаем каждую деревню, каждый населенный пункт, каждому человеку. Это достаточно затратно. Во-вторых, вот эти мелкие населенные пункты, и вы представляете, что такое за около 70 километров привезти товар для 43 человек, а ведь мы живем от товарооборота, и для 190. Разница есть? Зараз у вёску активно приходят сбойные гандлёвые сетки. Шляхи повышения эффективности гандлёвых обслуговываний у вёсцы и пытаний повышения конкурента с дольностью организации спожилкой операции и удосконаления их деяности шукали разом. Наметилась достаточно серьезная конкуренция в торговом обслуживании сельского населения. В сельскую местность приходят сетевые торговые компании, появились успешные частные компании, зарубежные индивидуальные предприниматели и компании развернули деятельность у нас в стране. Михаил Мясникович нагадал, что у Беларуси приняты декреты, накерованные на стимулирование деловой инициативы. Номер 7 – об развитии предпринимательства и номер 1 – об садзейниче незанятости. Бизнесмены, которые приняли удел в суместном посаджении, заявили, что сегодня бойные гандлёвые сетки настроены на развитие партнёрских относин с БелКОП Союзом. Складывается конструктивный партнёрский диалог от обмеркования огольных махчимостей до распроцовки конкретных моделей у супрацовництва. У Плюся от такой кооперации у першой жаргу повинен застаться покупник у невеликим городе цивёстцы. Юлия Устинова, Станислав Дудзин. Новины. Поставы. Больше 2000 массовых мероприемств и с устреч выборщиками проведут кандидаты у депутатов Мясцовых Советов. Активно по час агитационной кампании кандидаты выбирают со встречи с выборщиками на сходах. Такая форма найбольш популярна у претендентов на мандат областного районных и сельских советов. Кандидаты на депутатский мандат городских советов выбрали иншую форму агиткомпании. Як правило, гэтай митинге пікеты сходы паза помешканнями. Агитация продолжится до 17 лютого. Сами выборы депутатов у Мясцовых Советов пройдусь 18 лютого. Подрабязная информация на сайтах Центр выбор Кама и Витебска габл Вакан Кама у разделе выборы 2018. Ключы от двух десятков социальных кватер урачисту уручили у Витебскими гарвы Кан Каме. Уладальниками уласных квадратных метров стали дети-сироты и дети, что застали себе запеки батьков. Сто-кватерный жилый дом по улице Пешей Пролетарской был сдадзен на эксплуатацию в листопаде 2017 года. Подрабщиком выступил Витебский домобудовничий комбинат. 22 кватеры тут социального крестания. Усяго у Витебску лета с новоселем справились 190 человек, які стояли на льготной чарзе на трымане жилья. Шматкватерный дом для гэты категории грамадзян был побудованный у микрорайоні Белева-3, при патрымце у Рада Китайской Народной Республики. Все лето планується побудовать яще одну такую шматповерховку на 120 кватер в рамках проекта будовництва социального жилья. Также мы после капитального ремонта ввели дом, в котором также предоставили 47 квартир социального пользования. Ну и также предоставляются жилые помещения из освободившегося государственного жилищного фонда, которые ремонтируются и используются на получение предоставления социального жилья. На 2018 год у нас запланирован дом также с технико-экономической помощью Китайской Республики. Это 100-квартирный, в котором будут все социальные квартиры. И плюс квартиры, которые из областного республиканского бюджета будут финансироваться в порядке где-то 22 квартир. Учусь я пока в городке, техник-механик, заканчиваю четвертый курс. Дальше работать планирую в Витебске, но тут уже как получится. Заселение, я думаю, на выходных преступления, может. Усяго за 2018 год у Витебску побудовано больше за 123 тысячи квадратных метров жилья. Это 13 шмат поверховок, интернет Витебского медицинского университета и 134 индивидуальные дами. У планах на 2018 год повеолечить эти лечебы малю двоя. При этом основные объемы будовництва за кош сродку физичных и юридичных особ. Другое место у республицы по колькости медалев, завоеванных на международных спаворництвах. Третье по выступлении на Олимпийских днях молодцы Беларуси. Одно из ведущих мест украины по экспорту туристичных послуг. Гэты лишь бы огучены на выниковой коллегии Управлении физичной культуры, спорту и туризму облаконками. На посяжении узнагородзели лепших простонников спортивной галлины и окрыслили перспективы развития в 2018 годе. Тему протягнет наш корреспондент Сергей Мисурагин. Первое, над чем зауседы робец акцент спортивные функционеры, подводящие выники своей работы, гэта колька из завоеванных узнагород и у первшую шаргу на буйных международных спаворництвах. Летость на спортсмену Витебской области пролився саправдный медалевый дождь. Наши земляки на шампионатах света и Европы завоевали 136 узнагород розного гатунку. Больц добыли только меньшане. Трапили наши атлеты и утройку лидеров в республиканском залику. Впервые мы во международном соревновании на втором месте Республики Беларусь уступает только городу Минску. Мы на Олимпийских днях молодежи заняли третье место. Это так тоже уже давно такого показателя не было. Ну и везде по всем фронтам движемся вперед. Еще одним становочим моментом в 2018 году стало умоцевание спортивно-физкультурной базы в областных центрах и районах в области. Для жахаров Прадзвинского окрая расшинили дверы, суршастные спорткомплексы, сдаденные в эксплуатацию бассейны, спортивные трассы и пляцовки. И работа в этом накерунку протягивается. Прекрасно создаден в технологическом. У нас великолепная одна из лучших баз в Республике Беларусь в Ушацком районе появилась. У нас строится в Лиозно-плавательный бассейн с спорткомплексом. У нас в Верхнедвинске бассейн. В городке совсем недавно сдали бассейн. Виншая справа, как на новых спортивных объектах организовать работу, как обзробить их, рентабельными. Тут каждый регион идёт своим шляхом. Например, в Тусенинском районе мясцовы ФСК и спортивная школа працуют с максимальной нагрузкой. И насильство оздоравливают, и перспективных спортсменов рыхтовать поспевают. Кривко Ирина наша, серебряный призёр этапа Кубка мира. Это наша воспитанница, где начинала она у нас заниматься. Также у нас борьба греко-римская, Кожарский Максим, который национальный сборный показывает очень хорошие результаты. Он стал чемпионом республики. На ФСК у нас открыты группы здоровья по фитнесу, тренажёрный зал, волейбол, настольный теннис. А в Пастовском районе створено один и у республики державное объединение. Тут реализуют не только спортивные проекты, а и активно развивают туристичные послуги. Идёт сейчас развитие нового объекта, называется он спортивно-туристический комплекс «Озерки». Там у нас развивается новый бренд под названием «Дед Бай». Это анимационное представление. В 2017 году у нас уже были туристические группы, достаточное количество. То есть за время рождественских и новогодних праздников наш комплекс посетило около 2,5 тысяч туристов. Что до развития массовой физкультуры и спорта, тут наша область только плюсует. С каждым годом становится больше людей, які ведут здоровый ладжиття и выбирают активный отпочинок. А еще одним критериям, по яким можно будет оценить работу спортивной голены Витебской области, станут олимпийские гульни у Паудневой Кореи, где выступит пять олимпиоников по уношного региону. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, Новины Витебск. С биржи працы у предприимальники у Витебской области беспрацовным допомагаются открыть властную справу и предоставляют стартовый капитал. А джидаючих скрыстаться такой допомогой потребна только инициатива и бизнес-план. Летость подобной махчимостью областным центры скрыстались 44 человеки. С теми, кто изменил статус беспрацовного, на предприимальника познайомился Артур Смоляков. Карыни Мацугановой из Витебска у сего 21, а яна уже уладальник бизнесу, хай невеликого, а лепаспяхового. Кветковый магазин студентка открыла шесть месяцев тому, скорыставшись финансовой подрымкой службы занятости. За субсидию купила холодильную камеру, кассовый аппарат, вазы для кветок и упаковочную паперу. Все не от клиента уняма отбою, а в ближайших планах девчины поширать властный бизнес. Мы очень активно развиваемся, планируем открывать уже вторую точку, постепенно подходим к этому. Оказалось, что маленькая какая-то часть, маленькая субсидия, но она была толчком, так сказать. Не именно материальным, а таким каким-то психологическим моральным толчком. Открыть уластную справу беспрацовным витеблянам допомагают на семинары, в управлении по праце и занятости. Тлумачать, як выбрать бизнес-идею, скласти бизнес-план, пройсти державную регистрацию, нагадывают про основные виды податков и пропонуют стартовый капитал. Сумма безвыплатной субсидии складает 2192 рублей. По мерковании специалистов, этих грошей достатково для старту. Только в минулом году, макчымостью открыть свою справу, у областных центра скоростались 44 беспрацовные. Одинная умова – кожную копейку державной допомоги треба расходовать с розумом. Мы смотрим, чтобы было в бизнес-плане отражено целевое использование субсидий. То есть деньги должны быть потрачены только на тот вид деятельности, на который планируется открыть собственное дело. То есть это, если это торговля, то, конечно же, должно быть приобретено либо торговое оборудование, либо кассовый аппарат. Ну, то есть сугубо по тому виду деятельности, на который планируется, и должна быть потрачена субсидия. Наибольшь популярные у потенциальных бизнесменов будавничая и оздобленчая работы, перевозки, цирульницкие послуги, пошил и ремонт оденья. Звычайно, люди имкнутся выбирать сферу, у какой уже есть в опыт. Самым амбицийным и инициативным – зеленый сигнал. Я вообще занимаюсь вязанием. То есть я вижу игрушки, одежду, аксессуары. Я очень благодарна тому, что вообще в принципе есть такая возможность получить субсидию. Я бы никогда не смогла себе столько купить и профессиональные спицы, и манекены. То есть как бы вот все, что у меня сейчас есть, да, очень-очень-очень большая помощь. То есть благодаря этому я могу, во всяком случае, дальше продвигаться. Переподрыхтука, бесплатное навучанье основам продпрымальництва и навод юридычная допомога на старте – усё гэта будучим бизнесменам пропанують у комплекте субсидей. Зараз кожны разумея, что малый бизнес – важный компонент региональной экономики. Гэта новая вытворчасти и новые працевные месцы, які в умовах жорсткой конкуренции на рынку працы сёння так необходны. Артур Смоляку и Леонид Табола на «Вины Витебск». Спектакль на «Лёдзе» «Лебядзиной в озеро» у Витебским лядовом палаце 17 лютого. Инфолиния МТС 712-11-11. Генеральный партнёр – компания «Гарант». А выпуск новинок этом завершенный. Я с вами разведываюсь счастливо. Уближайшие сутки у Витебской области будет воблачно, ранится и днём на большей части территории снег. На особных участках дорог гололюдится. Ветер по днём в исходне – 4,9 метров за секунду. Температура по ветру ночью – минус 8, минус 13, днём – 0, минус 5. У Витебску так само воблачно, ночью без опадков. Ранится и днём снег на дорогах гололюдится. Ветер по днём в исходне – 4,9 метров за секунду. Температура по ветру ночью – минус 9, минус 11, днём – минус 2, минус 4.